Сегодня мы с вами разберём правильный откат. И это именно та вещь, из-за которой вы постоянно торгуете в убыток. Я не удивлюсь, если вы про неё даже не слышали. Да что ты, чёрт побери, такое несёшь? Но, если вы потерпите меня хотя бы 5 минут, я уверяю вас, на трейдинг вы взглянете совершенно по-другому. Вы поймёте, как правильно отмечаются коррекции, и почему стандартное правило разметки свинклоя — это очень плохо. А самое важное — вы, наконец-то, не будете входить в те 91% трейдеров, которые совершенно не понимают движения крупного игрока. А перед тем, как мы посвечно будем разбирать правильный откат, я предлагаю вам остановить эту запись и на данном графике изобразить правильные откаты, как бы вы их сейчас отметили. Это очень сильно отрезвит вас, когда вы в конце видео захотите сравнить то, что у нас получится, и как вы сейчас это отметили. И самое первое, с чего мы начнём, — это с определения, что же такое импульс. Импульс — это движение свечей, когда каждая последующая свеча пробивает хай предыдущей свечи, но при этом не пробивает лой данной свечи. Соответственно, мы видим, что первая свеча пробила хай безымянной свечи, но не пробила лой данной свечи. И, соответственно, когда у нас появится третья свеча, мы будем смотреть по хаю первой свечи и лою первой свечи. Мы видим, что пробили хай, но не пробили лой, и, соответственно, движение восходящее у нас продолжается. Но что же случится, когда четвертая свеча пробьет лой нашей третьей свечи, но не пробьет хай нашей свечи? Именно в этот момент у нас и начнется откат. Думаю, что с этим все понятно. Когда у нас идет свеча за свечой, не пробивая предыдущий лой, это мы можем назвать однонаправленным движением. Но в тот момент, когда у нас следующая свеча пробивает лой, против тренда получается, мы говорим о том, что началась коррекция. Это очень важно для понимания правильного отката. А сейчас разберем некоторые моменты подробнее. И первое, с чего мы начнем, с разбора вот этой вот свечи. Итак, у нас есть беззвязная свеча, хай которой был пробит первой свечой. Соответственно, мы понимаем, что у нас движение продолжается восходящим. Дальше мы переносим наш диапазон на первую свечу и смотрим, что у нас дальше. Вторая свеча никак не взаимодействует с хаем и лоем первой свечи, а вот третья свеча, она пробивает лой первой свечи. Соответственно, мы понимаем, что началась коррекция. И в данном случае данное движение мы отметим вот так. Далее мы переносим наш диапазон на третью свечу и наблюдаем за дальнейшим движением. Мы с вами видим, что четвертая свеча пробивает хай третьей свечи, что говорит о том, что коррекция наша в данном случае закончилась и продолжается движение вверх. Соответственно, наше движение продолжается так. И далее мы будем наблюдать за четвертой свечой, пятой и так далее. Если движение продолжится вверх, мы будем просто перетягивать данную точку выше, выше и выше. Точно так же мы с вами поступим и при нисходящем движении. Безымянная свеча у нас пробивается первой свечой, но при этом ее хай защищен. Мы понимаем, что продолжается нисходящее движение, переносим наш диапазон на первую свечу. Видим, что вторая свеча никак не взаимодействует с первой, но третья свеча пробивает наш лой. И, соответственно, мы с вами отмечаем следующее движение. Наблюдаем с вами дальше и видим, что четвертая свеча пробивает лой третьей свечи. И мы с вами можем говорить о том, что коррекция закончилась и мы пошли дальше. А сейчас давайте разберем вот этот вот замечательный график. Здесь у нас идет нисходящее движение. Первая свеча пробивает лой предыдущей, но не пробивает хай. Поэтому диапазон переносим ниже и видим, что свеча номер 2 пробивает хай свечи номер 1. Соответственно, в данном случае у нас уже движение переходит в восходящую сторону. Далее мы переносим диапазон на свечу 2 и видим, что у нас третья свеча никак не взаимодействует с лоем или хаем второй свечи. Это очень важно, потому что внутренние бары мы никак не используем. Мы не наблюдаем за их лоем либо хаем. В данном случае нас интересует только свеча 2 и взаимодействие с лоем и хаем второй свечи. Здесь мы видим, что четвертая свеча взаимодействует с хаем второй свечи, поэтому мы переносим диапазон выше, движение вверх у нас продолжается. Вот это вот от первой до четвертой свечи один диапазон движения. Но мы видим, что следующая свеча после четвертой у нас пробивает лой. Соответственно, мы можем констатировать, что наше движение с восходящего сменилось на нисходящее. Поэтому мы здесь отмечаем точку и понимаем, что в данном случае наше движение является вот таким. Итак, наблюдаем дальше. После того, как мы пробили лой четвертой свечи, мы видим, что пробиваем дальше лой. И вот в этой черной свече мы наблюдаем, что также следующая свеча белая является внутренней. Мы на нее не обращаем внимания. И здесь мы видим пробой хай от данной свечи. Соответственно, мы понимаем, что нисходящее движение окончено. И теперь мы наблюдаем восходящее движение. Далее мы переносим наш диапазон на белую свечу. И видим, что сразу же пробиваем лой. Поэтому мы понимаем, что началось нисходящее движение. И в итоге у нас продолжается нисходящее движение. Что мы с вами получили? В данном случае мы с вами получили, что наше движение является вот таким вот зигзагообразным. Поскольку в данном случае у нас идет нисходящий тренд, мы понимаем, что вот это вот все движение является одним откатом. Соответственно, мы его объединяем. И для нас это движение будет выглядеть, после того, как оно завершилось, будет выглядеть вот так. То есть, когда мы пробиваем лой данной свечи, мы можем для себя оставить это движение вот в таком формате. Лишнее я уберу. У нас остается вот такое движение. И полностью все это движение является правильным откатом. Точно так же, как и в данной ситуации вот это все колено является правильным откатом. Здесь у нас правильным откатом будет выступать полностью вот это движение. Для большей уверенности рекомендую вам постоянно выделять все движения зигзагами. При восходящем движении у нас точно такая же структура. Мы пробили хай предыдущей свечи. Далее взаимодействие с первой свечи со второй здесь образовали лой. Поэтому мы ставим верхнюю точку. Далее мы видим, что третья свеча не взаимодействует ни с хаем, ни с лоем. Четвертая свеча пробивает лой второй свечи. При этом следующая за четвертой свечой, она у нас пробивает хай четвертой свечи. Далее идем по тренду. Далее у нас черная свеча пробивает хай вот этой черной свечи. Здесь у нас внутренняя свеча. И мы видим, что цена у нас взаимодействует именно с лоем данной свечи и пробивает его. Поэтому мы для себя отмечаем high, здесь у нас будет лой, потому что следующая свеча пробила high, и у нас получается следующий формат движения. Вот так вот правильный откат выглядит на примерах. А перед тем, как мы перейдем к графику, напоминаю вам, что у нас есть телеграм-канал, в котором каждое утро мы добавляем правильную структуру по паре евро и фунт, а также пополняем этот телеграм большим количеством обучающего контента. Переходите, ссылка в описании видео. Но сейчас давайте разбираться с правильным откатом на настоящем графике. Итак, вот у нас есть зеленая свеча, смотрим за реакцией на ее лой и high следующей свечи. Мы пробиваем лой данной свечи, переносим наш диапазон ниже. Видим, что третья свеча у нас находится внутри предыдущей свечи, соответственно, мы с ней ничего не делаем. Мы на нее не обращаем внимания, но вот четвертая свеча, она пробивает лой, поэтому наш диапазон мы переносим ниже. Смотрим дальше. Далее зеленая свеча пробивает лой, поэтому переносим ниже. Первая черная свеча после зеленой никак ни с чем не взаимодействует, поэтому смотрим дальше. Далее вот эта вторая черная свеча, она пробивает лой, переносим диапазон ниже. Смотрим, что следующая черная свеча также пробивает лой, переносим диапазон. И в данном случае мы видим, что вот эта зеленая свеча, третья по порядку, она пробивает хай данной свечи. О чем это говорит? О том, что у нас началась коррекция. Поэтому мы отмечаем лой и смотрим дальше за реакцией. Дальше у нас идет движение вверх, движение вверх и до вот этой зеленой свечи. Но на этой зеленой свече мы видим, что черная свеча пробила ее лой. Соответственно, мы говорим о том, что началась коррекция. Наблюдаем за реакцией на эту черную свечу. Вот эта свеча, она является внутренней, поэтому мы на нее не обращаем внимания. Видим, что зеленая свеча пробивает хай. Это говорит, что у нас также началась коррекция. Смотрим дальше. Итак, дальше у нас мы идем по тренду. Дальше мы идем по тренду. Вот эта зеленая свеча не принимается во внимание, она внутренняя. Дальше мы идем по тренду. Итак, видим, что у нас после вот этой вот замечательной зеленой свечи идет три свечи, которые являются внутренними. Мы на них не обращаем внимания. Но видим, что четвертая черная свеча пробивает лой. Соответственно, мы понимаем, что начинается коррекция. Здесь дальше движение вниз, движение вниз, движение вниз. Здесь движение вниз. Однако, вот эта вот зеленая свеча, хоть она и одна, мы видим, что мы пробили ее хай. Соответственно, мы отмечаем начало коррекции. Но данная черная свеча сразу же была пробита вниз. Поэтому мы отмечаем, что коррекция окончилась. Двигаемся дальше. Движение вниз, движение вниз. И видим, что хай вот этой зеленой свечи, он у нас пробит вверх. Соответственно, мы говорим о том, что началась коррекция. Смотрим дальше. Зеленая свеча у нас пробивается вверх. Черная свеча у нас получается, это является внутренняя свеча. Она также, черная свеча, пробилась вверх. И следующей свечой она также пробилась вверх. Соответственно, вот наша зеленая свеча, по которой мы принимаем дальнейшее решение. Видим, она пробилась вниз. Далее мы видим, что вот эта свеча также пробита вверх. И здесь вот эта чёрная свеча является внутренней. Мы движемся вверх-вверх-вверх, пока не пробиваем низ вот этой свечи. И откатываемся вниз. Смотрим, что здесь дальше. Дальше у нас зелёная свеча является внутренней. Эта свеча у нас имеет две внутренние свечи, но здесь одно движение вниз. Давайте проверим хай вот этой свечи, 891, и хай этой, 890. Просто данная зелёная свеча пробила эту свечу, поэтому мы понимаем, что вот здесь закончилась коррекция. Но поскольку мы пробили эту зелёную свечу вниз, здесь началось дальнейшее движение вниз. И так можно делать до конца. Соответственно, по данным точкам мы с вами можем построить вот такую вот структуру. Что же данная структура нам говорит? Первое, что данная структура нам поможет сделать, это определить правильный откат. И поскольку из видео, которое закреплено в комментариях про ликвидность, мы с вами помним, что цена всегда возвращается за первой структурной ликвидностью, и только после этого может двигаться дальше, мы с вами можем вот здесь отметить индастмент. И что же мы видим? Мы видим с вами очень крутое правило, которое касается смарт-мани. Казалось бы, ну вот у нас есть супер крутое движение. У нас здесь есть свеча, от которой мы точно должны шортить. Давайте я это пока уберу. Соответственно, мы видим эту свечу и то, как цена подходит к данной тени. Мы коснулись один раз, откатились, коснулись второй раз, пересвип. И казалось бы, ну все, здесь точно мы шортим, потому что, во-первых, для ритейл-трейдера это очень сильный уровень. Во-вторых, ну, наверное, мы уже здесь и так всех вынесли по стопу. То есть раз, коснулись два, вынесли три, вынесли. Ну все, теперь точно лети. Здесь нам дают манипулятивное движение вниз, засаживая всех в шорт, после чего благополучно нас выносят. И то, что мы с вами знаем правило первого отката, наоборот, говорит нам о том, что, скорее всего, эти стопы заберут. И нам не нужно вестись вот на это вот движение, которое идет импульсивное вниз, а смотреть либо продолжение движения вместе с крупным игроком, либо ловить нашу точку входа. В данном случае мы пришли к ордерфлоу. Получили реакцию именно от этой зоны. И если бы в данном случае мы с вами пошли вместе с крупным игроком, мы могли бы заработать и здесь, и здесь. Также очень часто мне задают вопрос по поводу вот этого вот индикатора. К сожалению, прав на данный индикатор у меня нет, поэтому с вами я им поделиться не смогу. Если вдруг вы знаете аналоги данного индикатора, который показывает внутренние бары, пожалуйста, поделитесь в комментариях, я поделюсь им в своем сообществе. Также, если вы являетесь разработчиком индикаторов, обязательно напишите мне, попробуем с вами его создать вместе. А на этом у меня сегодня все. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok